В Барнауле сейчас гостит Эдсо Гамбо, итальянец, при этом гражданин России, олимпийский чемпион подзюдо и генеральный менеджер нашей сборной. Зачем он приехал в Барнаул, как ему вообще живется в России, спросим сегодня у него самого Эдсо, гость нашей студии. Ну и гость у нас сегодня еще и Иван Нифонтов, чемпион мира, призер Олимпийских игр и президент Федерации Алтайского края подзюдо. Всем здравствуйте. А еще у нас сегодня в гостях у Лариса, переводчик. Эдсо, ну первый вопрос к вам, конечно. По-русски говорите уже? Чуть-чуть, я понимаю, чуть-чуть разговаривали тоже. Ну вот поздороваться можете, да, с нашими зрителями? Можно, а сейчас лучше. Наверное, скорее всего, лучше бы, чтобы вы мне задавали вопросы, а Лариса попереводит на русский с итальянским. Поэтому мы будем распространять здесь еще и итальянский язык. Замечательно, да. Всем добрый день. А какие первые слова вы выучили Эдсо, когда приехали в Россию? Ну все равно же. Здравствуйте. Здравствуйте. Это главное сейчас. Вот и поприветствовали наших зрителей сейчас уже на русском языке. Это было первое. Ну первое, но очень трудное слово. Я поняла. А привыкли вы уже к нашей погоде? Потому что 10 лет уже живете в России к морозам. Я вообще привык уже к различным вообще климатическим условиям здесь у вас в России. Конечно, вот очень приятно, когда очень тепло, но и когда очень холодно тоже. Минус 40 лет не застал, но после того, как... Когда Ваня завоевал бронзовую даль на Олимпиаде в Лондоне, мы приехали сюда, приехали в Барнаул вместе с другими нашими ребятами нашей команды. И провели здесь целую неделю прекрасно. Да, отдыхали вообще на природе, зелень, красота. А скажите, пожалуйста, во второй раз вы уже приехали к нам в Россию, первый раз в 2013... В Барнаул, да, в Барнаул, да. В 2013 году вы приезжали, первый раз. Город, сам по себе город изменился по-вашему? Что вы думаете до 2013 и сейчас? У меня была страна в Барнаул? Дело в том, что я вчера приехал очень рано и не было такой еще возможности посмотреть. Может быть послезавтра я уже буду иметь какое-то представление, я смогу ответить на ваш вопрос. Потому что сегодня день очень, наверное, у вас насыщенный. Ну, я посмотрел, у вас такое движение, как бы очень такое оживленное, более оживленное, чем несколько лет, чем 5-6 лет назад. Ну, на самом деле, у нас все тренировочные мероприятия спортивные, они, спортсмены все время видят спортивный зал, гостиницу и все, больше обычно ничего не видят. И тренер точно так же. Тренер тоже самое проживает ту же самую жизнь, как и спортсмен. Вот сейчас тренерский семинар идет, они целый день в спортивном зале, плюс ночуют в гостинице. Но все равно, Иван, я знаю, что ты даже Италию успел посмотреть в свое время. Ну, находим время, мы ЭЦУ делаем, культурную программу показываем, вот. Но пока еще не было времени. А какая культурная программа здесь предусмотрена уже после всего? Ну, мы, знаете, сегодня у нас намечены павловские бани, то есть, такой сруб, как бы, показать. Париться любите? ЭЦУ очень любит. ЭЦУ любит сауну. Ну, поэтому наш выбор показать, попытаемся удивить его алтайскими, так скажем, досугами. Ну, вы приехали ЭЦУ на турнир на призы вашего подопечного Ивана Нифонтова. Это первый турнир, Ваня. А второй уже турнир. Это первый турнир Ивана Нифонтова. Это второй турнир Ивана Нифонтова. Вот какая цель вашего приезда? Просто посмотреть. Ну, во-первых, я приходил для того, чтобы посмотреть, оценить, какова нынешняя позиция Ваня Нифонтова в нынешней жизни. Логично, он был великим спортсменом, великим чемпионом. А в этой новой жизни, конечно, очень многое он может дать России. В своей новой позиции президента федерации дзюдо Алтайского края. Ну, уже вы успели посмотреть, вот, как он на этой позиции... А вы это видите, кроме Луи, в этой позиции, что зафалует? Я знаю его как спортсмена, и я просто уверен... ...что он останется вообще на высоте ситуации обязательно. В любом случае, да? Очень часто видно, что мы встречаемся с теми характеристиками позитивными, которые мы видим в наших ребятах, когда они у нас спортсмены еще. Это что, Ванины качества такие замечательные? Это серьезность, постоянство, амбиции и огромный талант. Подопечных его уже посмотрели, ребят? А не сто ли Альеведы и Ваня? Нет, еще не конец. Пока только тренерский состав посмотрел. Здесь семинар для повышения квалификации тренеров. Это программа Федерации дизайна России, это своя идея, ездить по регионам и проводить тренерами сборной России семинары для местных тренеров, чтобы они учились лучшим. Все приезжают из России или из соседних наших регионов? Вот сейчас у нас из Сибирского федерального округа больше ста человек зарегистрировалось, то есть самые дальние это из ТВ. Как наш тренерский состав? Кумы, но в технике. Мне кажется, что они очень заинтересованы, им очень интересно участвовать в нашем семинаре. А есть ли, по-вашему, Ваня? Это к тебе вопрос, и к ЭЦО тоже. Начинающие молодые дзюдоисты у нас здесь, на Алтае, Барнауле. Вот как раз у нас будет послезавтра турнир в училище Олимпийского резерва, и там как раз по детям будет. И вот ЭЦО своим профессиональным взглядом посмотрит на ребят. Это ребята 13-летние или постарше? Это у нас 4 возрастные категории будет, самые старшие 2005-2006 год, самые младшие 2011. Ну ты-то сам уверен за них? Конечно, уверен. Конечно, у нас намечен комплекс мероприятий, который будет способствовать развитию ребятам. Мы вчера разговаривали с Виктором Петровичем, обговаривали проведение в Барнауле первенства России. Да, все верно, все верно. А первенство России и в 2021 году попытаться претендовать на участие в первенстве Европы. То есть для Барнаула это будет грандиозное событие, и в принципе для России, потому что первенство Европы не проводилось в России никогда. Чемпионаты проводились. Этсо, ну вы-то как думаете, есть у нас в крае, есть у нас вообще в России сейчас начинающие, талантливые дзюдоисты, ребят, молодые, юные, можно сказать. Конечно, безусловно. Во-первых, огромное количество ребят практикуют дзюдо. И уже огромное количество тренеров тоже появляются. И новые, сейчас вливаются уже в тренерский старый состав новые тренеры, такие как Ваня, поколение Ванина. А наши молодые, на ваш взгляд, ну вы же все равно ездите по стране, я сейчас имею в виду даже не только алтайский край, они в перспективе, может быть, вот в эту ближайшее четырехлетие, да, до Олимпиады и саму Олимпиаду, они могут составить конкуренцию представителям других стран. Претендовать на первое, второе, третье место. Конечно, проект, безусловно, на более длительное время. И ребята, которые мы посмотрим послезавтра, это те дети, которые могли бы... В 2028 году. В 2032. В 2032 году они могли бы... Ну, правильно, да. Конечно, сейчас им 8, 9, 10 лет, поэтому... И ему нужно хотя бы 10, 12 лет, 13 лет, чтобы вырасти. Ваня, когда он ввел в Кампионате del Mundo в 2009, когда Ваня выиграл Чемпионат мира в 2009 году, сколько лет Ваня было в этом году? 22. А чего, вот как вам кажется, Ваня, тебе и это тоже, чего не хватает для того, чтобы у нас было как можно больше талантливых ребят? Вы столько, больше девочки, больше талантливых ребят. А чего все хватает? в 17-18 лет, очевидно, что нужно заниматься с ними, начинать заниматься, прямо начиная, когда им 7-8 лет. Вот эта программа, когда они должны начинать тренироваться. А у нас со скольки тренируются? У нас из четырех тренируются. Я могу сказать, чего Алтайскому крайне не хватает. Чтобы мы могли как можно больше взращивать чемпионов мира, олимпийских чемпионов, это в первую очередь современного спортивного комплекса, о котором идет речь уже 10 лет. Есть понимание у Виктора Петровича, что это нужно нам сделать. И я думаю, что в ближайшее время у нас получится, потому что губернатор положительно относится к этой идее, ее нужно закончить. Ну и, конечно, отдаленность региона, потому что выезд в Москву, в центральную часть России, в принципе, это так сложилось географически, и это мы вопрос должны решать. Здесь единственный вопрос, это, конечно, финансирование. Да, мы внутри Сибирского округа будем планировать комплекс мероприятий, в том числе вчера была конференция по созданию Сибирской лиги дзюдо. Это пилотный проект, который будет трансформироваться в российскую лигу дзюдо. И это мероприятие позволит увеличить качество спортсменов, дополнительный опыт получать и быть готовыми в нужный момент выстрелить и стать чемпионатом. Я желаю удачи в реализации всех планов. Вот это, видите, пример того, как великий спортсмен превращается в великого спортивного человека в своем регионе. Ну и мы уже сейчас будем заканчивать. После нас куда? После Барнаула дальше? В Кисловодске идите. Там сборы или тоже вот? А как проводите свободное время, если оно у вас есть? В Лейбасе в темпо-либоро все че. В темпо-либоро poco, но... Очень мало свободного времени, очень мало. Но это для меня уже вот это для меня сейчас и есть свободное время. То есть вот так интервью, баня, опять же. Сауна. А что любите из наших блюд каких-то? Есть уже какие-то любимые? Мяно, я не пьячьи. А мне пьячьи ла курьёзита дей гьёвани русси. Не кредево, кандо сон венут и не русси аллинитзио. Мне нравится... Мне нравится то, что вот ваши молодые, молодежь очень любознательная. Я даже не ожидал и не мог себе представить, прежде чем пока я не приехал в Россию, какие они любознательные, как они хотят узнать новое. Когда я с итальянской командой передвигался, работал с итальянской командой под Звюдо, это примерно время 1992 год, 2004 год, когда я с ними перемещался. Вот тогда мы начали уже эту концепцию применять для того, чтобы нам передвигаться из одного места в другое, чтобы нам постоянно встречались новые партнёры для тренировок. И вот заканчивается тренировка, и они все остаются у себя в номерах гостиничных, отдыхают. А когда мы с нашей российской командой, с нашими ребятами российскими путешествуем, ну, передвигаемся, как только какая-то у них есть возможность, они очень любознательны, им хочется пойти, посмотреть что-то, увидеть новое. И это очень замечательно, вот экстремально позитивная характеристика ваших ребят. И вы вместе с ними, я так понимаю. Да, они хотят посмотреть, и вы хотите посмотреть. Иногда, иногда я с ними вместе. Дело в том, что работа тренера, это, конечно, не быть вот именно таким другом-другом, партнёром, это не совсем такая, понимаете, не совсем. Нужно быть... Это должна быть такая помощь, чтобы понять, помочь им, куда они должны пойти. И разрешить им идти своей дорогой, куда они хотят. Конечно, вот так чуть-чуть надо их направлять. Но выбор за ними всегда. Я вам успехов желаю тоже. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Может быть, попрощайтесь с нашими зрителями по-русски. Всё-таки... Спасибо большое. И уверен, Ваня. До следующих встреч. До следующих встреч. Спасибо всем вам большое. А я напомню, что сегодня у нас гостил Эцо Гамба, генеральный менеджер сборной России по дзюдо, а также Иван Нифонтов, Лариса, переводчик. Не буду перечислять сейчас все ваши регалии, потому что время закончилось. Спасибо всем ещё раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok